Я буду рассказывать те вещи, которые поможут вам добиться серьезных результатов. Но прежде чем я буду говорить, я хочу, чтобы сказать вам такое. Лидером быть – это очень много чего. Когда человек хочет стать лидером, на доле его жизни происходит больше сложности, больше ответственности. Вообще-то сам по себе, это наша жизнь, это умение решать определенные задачи. Дорога к лидерству, дорога к успеху, она именно как лестница, по которой надо шага подниматься просто. И эти лестницы – это есть те барьеры, которые надо преодолеть. Вы хотите быть лидером будущего, поэтому вас ожидают эти вещи. На данный момент, я в тот день рассказывал вам о том, что когда человек рождается, самое первое, с чем он сталкивается, это забота, которая повседневная, которая вокруг его жизни существует. Эти заботы очень много, их очень много. В детстве именно мы в таком положении находимся. Нам нужно с вами найти способ, как справиться с этой заботой. Можно назвать другим языком – нужда. Нужда. Нужда есть у всех. Независимо от того, мы хороший человек или плохой. Независимо от того, мы образованы или нет. Нужда есть у всех. Однажды мне кто-то спросил, да, Владов, может быть, ваши книги написаны для тех, кто занимается, то есть образованием у него экономиста. Или, может быть, вы учите только экономистов или там бизнесменов. Я сказал, нет. Я писал книги для каждого, кто кушает, кто живет. Потому что, если он живет, значит, у него есть нужда, потребности. А эти потребности нужно будет удовлетворить. Точно так же и здесь речь об этом. Круг забота. Эти заботы бесконечны. Даже если ничего не делаешь, это стоит деньги. Если совсем ничего не делаешь, все равно ты за это должен платить. Надо научиться, как решать эти заботы, как влиять в них. Есть один путь. Когда мы рождаемся, получается, что вот в этом кругу находимся, в этом кругу забота. За нас делят все. Еду готовят родители, все-все-все делают. Родственники, старшие братья и сестры помогают. Мы ничего сами не можем решать. Самое слабое существо в этом мире – это, можно сказать, только… Пожалуйста, внимание обратите. Самое слабое существо в этом мире – это дитя человека. Дитя человека – самое слабое существо в этом мире. Оно рождается самым слабым. Например, если вы посмотрите на дитя теленок, посмотрите, или барана, смотрите, или там, не знаю, какие-то там другие животные, они рожают через несколько времени, они уже стоят на ноги. Тут же через час или полтора часа, как ласкают их, их не матери там, да, ласкают их или чего-то там, кормят чуть-чуть. Эти животные стоят на ноги уже. А дитя человечества нет. Такого нет. Ох, извиняюсь. Значит, правду говорю. Теперь, внимание обратите. Но, когда человек начинает о себе чуть-чуть, хотя бы сам владеет уже собой, он попадет в это кругу. А вот этот принцип как называется? Что такое то, что рождается внутри человека? Вот этот принцип как называется? И как с этим справиться? И может ли вообще человек справиться с этим делом? Пожалуйста, внимание обратите. Вот, можно сказать, в школьные годы у многих людей рождается в виде мечты. Мы видим взрослых людей и хотим таким стать. Я вспомнил свое детство. Когда я был маленьким, когда все мальчики мечтали быть как Гагарин, Юрий Гагарин, потому что он только впервые в космос поднимался. Это была мечта многих. Кем ты станешь космонавтом? Кем ты станешь президентом? Кем ты станешь, не знаю, великим пожарником, милиционером? Там кто-то еще тут. Артистом или кем-то. То есть, это означает, что именно вот это стремление мечты, оно рождает некий огонь внутри каждого из нас. Она создаст такую некую надежду. Именно этот момент, к сожалению, вот, да, такой момент, это где-то средний возраст. Такой момент, это уже, что, 20 лет, 25 лет. Даже у кого-то 15 лет, у кого-то 30 лет. Вот, находится в этом положении. Когда заботы много, но влияние некий есть. Влияние это означает, что ты самостоятельный. Ты сам справишься с собой, ты убираешься с себя, сам делаешь. Ты сам способен уже потихонечку кормить себя. Ты сам способен стоять за себя. И умственно, и физически, и так далее. Это уже у тебя появится внутри некий круг влияния. Ты стоишь за себя. Родители уже за тебя каждый день не заботятся. Они знают, что ты уже можешь хоть что-то сам сделать. Вот в этом периоде, то есть, на этом периоде, то есть, на этом уровне остается большинство людей. К сожалению, это так. Они на этом уровне так и застаряются. Они дальше не растут. Они на этом уровне потеряются. Они свои заботы навязывают на шеи других людей. Но если в этом периоде человек познает свою силу, если в этом периоде человек осознает, к чему он убеждает себя. Кто из вас видел, что у лидера есть способности убеждать? Кто из вас это видел? У лидеров есть способности убеждать. Кто из вас это видел? Спасибо. Вы видите, мы видим, что лидеры умеют убеждать. Смотрите. А почему у них это дано? Потому что они, они, внимание, братья, у них есть свой внутренний голос, внутреннее чутье. Внимание, братья, вот это есть тот, тот, что помогает им принимать решения. Они берутся за дела, которые другие боятся. Когда человек принимает маленькие решения, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Какое-то решение сегодня, какое-то решение завтра, какое-то решение послезавтра. По чуть-чуть, по чуть-чуть у него уверенность растет. Он становится более уверенным в себе. Маленькие-маленькие результаты. И в какой-то момент он начинает познавать свои возможности. У вас есть ручка в руках? Ручка и тетрадей есть? Если есть, пишите да. Делим один тренинг. Делим один тренинг. Сделим такое. Пожалуйста, напишите. Внимание. Пожалуйста, напишите. Возьмите ручку и пишите. Если бы не были у меня никакие преграды. Если бы у меня не были бы никакие преграды. Кем я хотел бы быть? Что я хотел бы достичь? Пишите, пожалуйста, ручками. Если бы не были у меня никакие преграды. Кем бы я хотел бы стать? Или кем бы я хотел бы быть? Что я хотел бы достичь? Я дам время. Несколько секунд. Несколько минут. То есть, несколько минут. И вы должны это писать. Несколько пунктов. Но не менее 10 пунктов. Не менее 10 пунктов. Самое главное, чтобы вы написали телек. Чем пишите, мне все равно. Но пишите. Не менее 10 пунктов. Что я хотел бы достичь? Что я мог бы? Вот так пишите. И пишите. Минимум 10 пунктов. Как вы прожили бы свою жизнь? Что вы делали бы? Несколько минут у вас есть время. Пожалуйста. Остальные тоже постарайтесь побесстрее заканчивать. Вы внимание обратите. Дорогие мои. Внимание обратите. Вот у меня к вам вопрос. Если вы убеждены. Если вы уверены, что. Если у вас не были бы барьеры. Если у вас не были бы никаких препятствий. Вы достали бы таких больших успехов. Таких больших результатов. То, что вы написали. 10 пунктов. Скажите мне, пожалуйста. Если вы достигаете 10 пунктов. Это большие достижения? Или вы написали просто. Не знаю. Купили бы спичку. Купили бы отчаянник. Скорее всего вы написали то, что у вас в дальний момент не по рукам. Вы написали такое. Что-то большое. Правда? Теперь вопрос. Если вы действительно поняли, что вы способны к этому. Послушайте мне, пожалуйста. Я вам даю сейчас инструмент, который в моей жизни мне помогает. Если вы понимаете, что если не было бы барьеры. Если бы не были бы препятствия. Вы сделали бы вот такие дела. Вы занимались бы этими делами. Вы достигли бы таких больших результатов. Тогда, почему тогда сознательно себя снижаете планку? Почему тогда сознательно мы себя унижаем, оцениваем меньше. Читаем, что мы смиримся, понимаете, мы смиримся с меньше, меньше того, что мы могли бы делать. Но если вы не попробуете, вы так и никогда не узнаете. Именно в этом есть, как вы формируете свои убеждения. Если человек, если человек, если человек, вы внимание обратите. Я задавал вам вопрос. Только что задавал вопрос. Если не были бы никакие преграды. Что вы сделали бы? Чего вы достигли бы? Вы написали что-то то, что иногда думать вам даже страшно. Вы написали то, что никогда, может быть, не думали, что об этом вы задумаетесь в первую очередь, когда я буду задавать вам такой вопрос. Но это показатель. Это показатель вашего внутреннего величия. Ваше внутреннее видение. Но если вы понимаете, что это вы можете, тогда почему сознательно смириться с меньшим? Я хочу сказать. Много людей убеждают себя, что они не способны к этому. Много людей убеждают себя, что у них ситуация очень плохая. Они убеждают себя, что у них большая проблема, большая трудность. Они убеждают себя, что это так сложно делать. Много людей убеждают себя, что им это не надо. Они думают, что лучше жить комфортной жизнью. Они думают, что так легче. А на самом деле это не так. Это далеко не так. Продолев себя, продолев, только так развиваешься и настоящий комфорт достигаешь. Кто-то может себя убеждать на таком направлении, а кто-то себя убеждает в другом направлении. Начните контроль над собой. Начните контроль над собой. Понимаете? Начните контроль над собой. Когда вы начнете контролировать над собой, начнете сами верить. Начните сами верить. Никогда не ждите помощи извне. Никогда не говорите, что кто-то придет к вам. Никогда не говорите, что если, например, я встретил бы хорошего человека, который мне помог бы. Если у меня получился бы хороший бизнес-строй, если бы я встречу хорошую жену, если бы я встречу хорошего начальника, если бы мне просто хотя бы разу попадал в лотерею, это все помощь извне. Не ищите помощь извне. Само состояние ожиданий помощи извне парализует ваши внутренние лидерские способности. Я повторяю, ваши ожидания помощи извне парализуют ваши лидерские способности. Поэтому, первое, что вы должны делать? Вы должны только концентрироваться внутри. Большими буквами пишите «принцип изнутри к наружу». Принцип изнутри к наружу. Мы начнем создавать внутри себя того, кого хотим стать. Мы начнем внутри своих мечтах лилить того, о ком мы мечтаем стать. Мы начнем по чуть-чуть, по чуть-чуть принимать решения. И начнем давать волю своим верам к себе. Начнем свои убеждения улучшить по отношению к себе. И мы начнем постепенно, постепенно, с энтузиазмом и с, можно сказать, почувствовать. Мы должны чувствовать радость. Радость от своих достижений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова